Всем привет, друзья! С вами Закупыч и рубрика Авточетверг. Сегодня у нас немецкая тройка на обзоре. Погнали! Авточетверг! Авточетверг! И как вы уже поняли, все данные машинки у нас от компании Veli. Veli можно купить во всех магазинах практически вашего города. Если их там нет, то заходите на Marketplace и заказывайте машинки достойные по-настоящему. Вы посмотрите, какая куча! Это у нас масштаб 1 к 42. Но тут масштаб немножко будет отличаться. К примеру, есть же огромные машины, здесь масштаб уже будет чуть побольше. Есть маленькие, чуть поменьше. Но в целом 1,40 и 1,42. Давайте я их сейчас все распакую и будем на них смотреть. А, возможно, некоторым интересны голограммы и так далее. Здесь голограммы имеются, то есть все это у нас лицензия, то есть все лицензионное. Коробочки, не знаю, нет ли смысла вам показывать. Вот, видите, вот такие голограммы находятся на пачках. Распаковка! Вот это, ребята, воистину куча малая. Давайте начинать. Даже одна машинка вон мне не влезает. Вау! Это что за красотка? Ретро стиль. Смотрим снизу. Porsche 356B. Ого! И что это за такая красотка? Это какой год, интересно, ребята, как вы думаете? Пишите, в каком году была сделана такая малышка. Резиновые колеса. Да все вообще, это как... Что, напоминает какую-то Волгу, что ли? Напоминает чем-то Волгу. Тоже старую. Так, двери открываются. Дверь открывается тяжело. Все-таки нужен какой-нибудь инструмент, чтобы не царапать. Чтобы открывать двери. О! Так, все. Дверь открывается. Да шикарно! Мне очень нравится. Ох! Едет тоже супер. Далее. Давайте справа налево пойдем. Это у нас Volkswagen. По-моему, это Volkswagen Series, да? 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 Series, да? Что за Series? Series, да? Первый раз такое слышу. Я не знаю, что за Series, да? Series, да? Возможно, у нас такие не продавались или продавались. Напоминает это просто какой-то Golf, мини-Golf? Нет? Смотрите, двери открываются. Дверь открывается. Салон. Все, все прорисовано очень хорошо, в смысле смоделировано. То есть такая компактная машинка на каждый день. Выглядит шикарно. Далее. Красная Audi. Что же это за модель? Это Audi RS e-tron GT. Вау! E-tron, а то что это? Электро? Электромашина. Вижу, что даже парактроники здесь прорисованы. То есть полностью оригинальная модель. Салон тоже в порядке. Все, 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 все на месте. Сиденье, руль, приборная панель. Все есть. Вот такая машина. Едет тоже хорошо. Далее. Ух, ну это стиль. Это что за Porsche? Ну вот это, вот это спойлер у него, ребят, согласитесь. И данная модель Porsche 911 Turbo. Вау! Не, реально, вот это стиль. Немцы умеют делать стилек. Ух, вот такой машине обхотел бы себе. Далее. Вы посмотрите, какая малышечка. Или это он? Для вас Volkswagen это он? Или она? Если у вас Volkswagen. Итак, Volkswagen The Bentley. 1,38 масштаб. 1,38. Bentley. Ну, я, кстати, такие у нас видел. У нас есть там ЖК рядом с моим домом. И там стоит такой же, только перекрашенный, в такой яркий цвет. Девочка в нем ездит в розовый. Такой, смотрите, стиль. Вот. Очень стильная машина, миниатюрная, красивая, городская. Класс. Далее. Далее классика жанра. BMW. Такую BMW я бы себе хотел. Это у нас BMW X5. Лицензия BuBmw написана. BuBmw. То есть, все у нас лицензионно. Вот. Смотрим, какая она. Ну, классический вид. Едет. Едет отлично. Двери открываются. Не знаю, что говорить про эти BMW. Миллионы фанатов просто. Считается, что каждый хотел бы себе такую машину. Она и по бездорожью может проехать. Ну, не по-жесткому. Вот он бы как паркетник. Это что за Porsche? Porsche написано. Смотрим. Это Porsche Cayenne Turbo. Вэлли. Так, ждите. Тут что-то какие-то с покраской проблемы небольшие. Вот. Ну, это просто, возможно, у меня такая версия попалась. Едет. Едет хорошо. Двери открываются отлично. То есть, за эти деньги вообще отличная моделька, если вы хотите себе Porsche маленький. Audi. Вот это уже, ребятушки, спорткары пошли. Это Audi R8 V10. Вот. Легендарный суперкар, который, ну, не такой дорогой. То есть, если ламбы, они стоят бешеных денег, ламбы, феррари и так далее, то вот эту, ну, подешевле. Тоже не дешево, но подешевле. Салон имеется. Двигатель даже прорисован. Обратите внимание, как хорошо и детализированно сделан двигатель. Вот он. V8. Шикарно. Шикарно. Шикарная машина. Далее. Mercedes. Mercedes тоже, можно сказать, такой очень мощный автомобиль. Mercedes AMG GT. А, ну, это тоже, можно сказать, спорткар. Выглядит, опять же, как Бэтмобиль. Хотя, по-моему, у Бэтмена, у фильма Бэтмена, если вы смотрели, у них контракт с, по-моему, с этим, с Ауди. По-моему, да. По-моему, Бэтмен всегда ездит на Ауди, если в фильме, обратите внимание. Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ 911 GT3 RS. Ух, ну это, наверное, суперзаряженная версия, на которую уже на повседнев не покатаешься. Вообще Porsche 911 их очень много. И вот есть типа суперзаряженная. Вот это она и есть. То есть есть обычный Porsche на каждый день. А есть прямо такой, который постоянно... Далее. Это у нас Porsche Panamera S. Porsche Panamera, конечно, хороша, но в этом цвете, не знаю, мне не очень. Как-то она вообще неброско выглядит. Когда ты едешь на Porsche, хочешь выделяться, это такая... Может быть, конечно, если будет машина большая, может быть, она и будет привлекать в себя внимание. Но, не знаю, в таком цвете не очень. Хотелось бы что-нибудь поярче. Так, машинки уже не влазят. У-у-у, а вот это хотеть. Я делал распаковку на такую большую машинку ищите в моем плейлисте обзора машинок, где я снимал большую такую тачку. Это было мега круто. А заводится каким? Так где? Механизм вот здесь находится. То есть вот эти колеса просто крутятся и вот эти просто крутятся. Это у нас Mercedes-Benz G63 AMG 6х6. Вау! И, походу, здесь полный привод на каждом колесе. Да, я так понимаю, блокировки присутствуют. Ну, в оригинале я имею в виду. Двери открываются очень туго. Ну, как на всех AMG. Вау! Вид имеет, ребятки. Ну, вот такую машину хотелось бы, конечно. Но по городу, ну, такой будет тяжело кататься. Но вот за городом, вау! Или по каким-то деревнях, дачах. Это будет просто пушка-гонка. Далее. Далее BMW. BMW X6. Мне нравится больше X5. Не люблю вот эти горбатые вот эти крыши. Я знаю, у множества фанатов. Это то же самое, что вот есть Haval F7, а есть F7X. F7X тоже с такой, знаете, горбатый. Но с вот этой... Вот так вот, с такой формой. Мне такие формы не нравятся. Мне нравятся больше формы такие покатые. Ну, как вот здесь. Вот, вот, вот. Мне нравятся больше вот такие. Итак, смотрим. Двери открываются. Все открывается. Машина симпатичная, красивая. Ну, вообще, хорошая. Тачка хорошая. На них особо не жалуются. И это у нас тоже BMW. Ну, вот это уже BMW 535 хороша. Я, по-моему, даже на такой катался в каршеринге. Когда-то брал, когда... Какой-то VIP мне там подарили. Вот. Там же в каршеринге можно даже на VIP-машинах кататься. И я на такой катался. BMW 535i. Ну, машина, конечно, симпатичная. Цвет красный тоже привлекает к себе внимание. Двери открываются очень легко. Проработка салона супер. Да, слушайте, отличные тачки. Отличные тачки. Единственное, конечно, рейтинг. Рейтинг надо сделать. Давайте по рейтингу. Какие машинки мне сегодня понравились больше всего? Мне больше всего понравился вот этот монстр. Монстр поставлю на первое место. На второе место поставлю ретро стиль. Ну, это реально классно. Это реально вообще супер. Это у нас второе место. На третье место, наверное, поставлю Porsche 911. На четвертое место. Кто ж мне еще нравится? Ну, вот этот малыш. Кстати, вот мне нравятся вообще машины формата мини-купер, жука и так далее. Не знаю, ничего против них не имею. Ну, вот это, наверное, машинки, которые мне сегодня бросились в глаза, запали в сердечко. Такие машинки я бы хотел иметь в реальной жизни. А теперь никому не нужная рубрика взвешивания. Посмотрим, кто же сегодня будет самым тяжелым автомобилем. Если вам нравится взвешивание, то ставьте лайк. Если не нравится, то ставьте дизлайк. А так, кому уже все... Кто посмотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. А мы начинаем взвешивать. 105 грамм наш малыш. 911 потяжелее будет. 106 грамм. Так, мерсик. 105. Audi. 99. Ну, она облегченная. Там рама, карбон, задний амортизатор. 27 скоростей. Porsche. 131. О, это чемпион. 131. BMW. 114. BMW. 107. Наш ретро-друг. 99. Легенький. Так, Porsche, который мне понравился. 92. Тоже такой легкий. Так. 108. Volkswagen легенький будет, я думаю. 107. О, ничего себе. Не, он прилично весил для такой маленькой машинки. BMW. 112. Ну-ка. 112. 112. Ауди. Ауди. 94. И Monster. Ну, Monster, кстати, легкий. 131. 131. 130. 131. Ну, в итоге, Monster побеждает. Он реально самый тяжелый. Хотя он прям огромный. Вы посмотрите, по сравнению с другими моделями. Я думаю, у него масштаб меньше. С завода. Вот. Ну, класс. Ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на канал. С вами был Закупович. Всем пока. До новых встреч. Не забывайте написать в комментах, какая машинка вам понравилась. Какую бы вы в реальной жизни хотели бы себе. Субтитры сделал DimaTorzok